друзья всем привет меня зовут макс вы на канале фрагрантиус и сегодня расскажу вам о классическом кожаном шипре оскар долларанта пурлуи поехали итак друзья прежде чем начну делать обзор приглашаю вас на мой замечательный уникальный неповторимый одноименный телеграм-канал фрагрантиус на котором есть много всего интересного поэтому обязательно заходите осматривайтесь если понравится подписывайтесь также хотел вам сообщить что сегодняшний обзор проходит при поддержке российского маркетплейса яндекс маркета это значит что парфюмы сегодняшнего обзора вы сможете приобрести по ссылке в описании к этому обзору и также хотел вам сообщить что продавец проверенный товар оригинальный можете смело пользоваться итак оскар де лоренто пурлуи достаточно малоизвестный у нас парфюм но я считаю что он заслуживает внимания он был сделан в 1980 году и это такой представитель классический жанра шипр в данном случае еще шипр кожаный потому что здесь есть кожаные ноты и тем не менее вот я всегда говорил говорил и буду говорить что цитировать дословные пирамиды парфюмов тех лет я особого смысла не вижу по той простой причине что вот парфюм с той же точно самой пирамидой с такой же да например парфюм 80-х годов в котором есть там условный там гальбанум бергамот или гвоздика дубовый мох цибетинка сториум кожа и парфюм с точно такой же пирамидой 90-х годов двухтысячных годов и наших дней они все будут звучать по-разному потому что в основе конечно лежат синтетические молекулы в основе лежат достижения органической химии и конечно парфюмы восьмидесятых годов они коренным образом отличаются от парфюмов наших дней и даже современные шипроделы современные парфюмеры которые делают не а классику парфюмерные парфюмерную которые переосмысляют старинные вот эти все ну не то что старинные а классические шипры и фужеры даже с учетом использования современных материалов и при сохранении практически идентичных пирамид они звучат все равно по-разному вот возьмите например неоклассические шипры франческе бьянки или возьмите изделия рожа дава они коренным образом отличаются от парфюмов в той эпохи но это конечно не только завязано на сырье а также на определенную эстетику на определенный парфюмерный стиль который парфюмерный стиль который господствовал в то время вот поэтому буду рассказывать своими словами пирамиду цитировать целиком не буду и собственно первое главное конечно что такой вот миф и шаблон что дескать раньше парфюмы были все исконно натуральные и звучали шикарно сейчас все сплошь синтетикой начнем с того что это новодел и я придерживаюсь такой политики что я не обозреваю винтажи потому что смысла в этом не вижу это своего рода такое издевательство над зрителям на под над подписчиком дать дескать смотрите у меня то есть винтаж а у вас его нету то есть я обозреваю новодел то есть это парфюм сделанный уже в наши дни я не сравнивал с винтажными батчами и я честно говоря подозреваю что разница может быть существенная но тем не менее вот имеем что имеем сегодняшний новодел и первый миф такой или шаблон который господствует опять же среди парфюм влеченных что дескать это такой вот шедевр это вот то что раньше было люксом сейчас по нынешним меркам это ниша начнем с того что я бы без каких-либо колебаний зачислил бы этот парфюм в сегмент бюджетный люкс бюджетный люкс но он в принципе так и стоит в районе там пяти тысяч за флакон то есть он полностью соответствует своей цене своему сегменту то есть ни в коем случае бы я не сказал что это прям вот какая-то какой-то hidden gem до какой-то затерявшийся бриллиантик какой-то шедевр или монумент как недооцененный до который на самом деле пахнет дороже там на 10 на 20 на 30 тысяч нет нет еще раз нет и тем более очевидным это становится когда сравниваешь с парфюмами той эпохи и конечно же первым что приходит на ум это конечно же анте они действительно похожи но разница в классе сантем все-таки очевидно и она гигантская все-таки антей по современным меркам это действительно ниша вот тут у меня никаких сомнений нету а оскар де лоренто пурлуи это люкс но при этом у этого парфюма есть определенные свои преимущества перед антем и о них я тоже сейчас расскажу но все-таки пару слов чем это пахнет у этого парфюма цитрусы на старте цитрусовый стартов довольно такой приятный освежающий есть кожаный аккорд кожа такая немножко с животным оттенком чуть-чуть мшистая база много пряностей что-то такое сандаловая что-то такое трав на это похоже и на гальбанум есть что-то такое гвоздично тминовая да такое то есть вот этот вот пряный аккорд характерный он явно из 80-х годов мне также хочется его сравнить с амуаж goldman гиробер делал тоже парфюм из той эпохи вот в них тоже есть что-то общее особенно вот в том что касается пряного аккорда в таких пряности в наши дни уже не делают и конечно вот у всех этих парфюмов на них вот это вот печать времени 80-е годы двадцатого века что антей что оскар что амуаж goldman и конечно этого оскара тоже есть преимущество как я сказал как перед антем и перед амуажом в чем же эти преимущества начнем с того что антей как я уже сказал звучит более нишево и он более основательный и такой мощный у него явная такая брутальная животная база вот он прям животное в базе и хотя там заявляют сабетин но мне больше все таки это пахнет касториумом да и конечно для многих вот это вот животность антея шанель антей она просто невыносима и непереносима молодое поколение я знаю она вообще не признает животные ноты в парфюмерии им подавай все свежие легкая молекулярная все эти ганимеды и цитрусовые свежачки и прочие молекулы гезошона такие прозрачные легкие и упаси бог если есть там цибетин или касториум это все сразу санина саны и бабки и прочее сразу в топку но вот оскар это такая вот light версия антея если выражаться терминами из музыки на эквалайзере полностью срезаны низы низкие частоты в нем нету абсолютно анималики никакой никакого цибетина никакого касториума и это с точки зрения вот носибельности для многих для многих может стать явным плюсом и я уж не не стану сравнивать с амуажем goldman который конечно по классу тут в пять в десять раз выше чем этот оскар но вот у goldman есть другая фишка вот он даже с полпшика может убить и вынести напрочь просто насмерть убить свои невыносимо густой концентрации полпшика а если сделать там четыре пшика он вот лично я у меня начинает кружиться голова начинают подкатывать приступы рвоты потому что он настолько концентрированный и амуаж goldman конечно тоже явный цибетин что действительно в базе явно приобретает вылазить нотой вторичной мочи да как будто на вас сделала золотой дождик прекрасная фея это все подсохло и это начинает невыносимо вонять и я это говорю с полной уверенностью и например вот причина по которой я не могу носить даже современные версии и в саналран курас то что там тоже есть цибетин но курас в сравнении с амуаж goldman просто щенок вот в goldman вот действительно в базе просто такая невыносимая уринальная нота цибетин превращается во вторичную мочу и в этом плане goldman может явно поконкурировать даже современным вот этим вот псевдо авангардным выкидышом александра гольтери под названием садоназа вот в этом плане оскар это такой вот light версия вот вот этих всех великих монстров священных монстров 80-х годов антея goldman а как я уже сказал вот ощущение что на эквалайзере здесь срезаны все низкие частоты анималики нету цибетина нету касториума нету и несмотря на то что концентрация здесь указано о да туалет туалетная вода я бы его назвал по современным меркам колоням то есть это такой классический мужской колонь и да как я уже сказал тоже неоднократно в сегодняшнем обзоре он несомненно несет на себе печать того времени то есть это сразу слышно что это 80 конечно одновременно и плюс и минус плюс для тех кто любит классику кто любит окунаться вот в атмосферу тех лет кто любит классический стиль в одежде и конечно под классический костюм под белую рубашку под галстук это прям если не маст хэв но будет очень и очень уместно опять же из плюсов вы не будете вонять таким старым обоссанным бобром как могут дать старые первых батч антея современный антея он конечно не такой животный и не будете вонять как после сеанса золотого дождя вот кстати у амуажа goldman goldman gold rain вот его можно было бы вполне уместно переименовать в был трейн потому что такой тут запредельный передозняк цибетина кстати говоря те кто все-таки любит goldman амуажа вски но кто не хочет мириться с этим цибетином я могу вам посоветовать менее такую убойную версию есть современный бренд называется мазон инсенс и у них есть парфюм не роли анималис вот явно там брали за основу goldman но он менее душный менее такой вонючий убойный там там тоже есть цибетин но он в гораздо меньших дозах и там вот этот вот основной аккорд такой пряно-ирисово шиповниковый из goldman его подсвежили цитрусами и но той не роли вот не роли анималис это такой вот осовремененный более носибельный и более лайтовый амуаж goldman в данном случае с оскаром я его позиционирую однозначно как такой красивый классический мужской ретро колонь но а из минусов минусы наверное будут для таких вот инфантилов которые категорически не признают классику и для которых идеальным вариантом является только вот этот вот современный бесполы безликий парфюмерный мейнстрим вроде этих молекул гизешона вроде всех этих ба империаль ну то есть кто не любит хайп кто не любит пахнуть как все кто любит классический мужской стиль рубашечку галстук костюм конечно эта вещь будет весьма и весьма уместно в коллекции ну из главных плюсов что здесь нету вот этих вот убойных анималистичных нот как у его собратьев из восьмидесятых годов я имею ввиду вот антея кураса опять же фурио тоже есть такой парфюм ну правда современные выпуски они тоже без зубы то есть там цибетина нету но вот в первых бачах фурио там цибетин чека было тоже угу ну и не такой убойный душный это же цибетиновый как амуаж gold rain точнее gold man то есть очевидные плюсы здесь есть но и собственно про технические параметры не ждите здесь убойных стойкости и шлейфа то есть это больше как одеколон как колоника к сплэш и со своей задачей он конечно справляется на 5 с плюсом его также сравнивают с богартом с пером но все-таки богард это классически все-таки фужер а это кожаный шипр ну то есть они совершенно не похожи богард кстати мне тоже этот нравится но он гораздо более ситуативный гораздо менее носибельный и гораздо менее универсальный чем вот оскар все-таки оскар именно вот как образчик такой мужской классики он на мой взгляд мне кажется более уместный и более такой универсальный вот так что такие вот дела вроде бы все рассказал ничего не забыл на этом все дорогие друзья благодарю за внимание и до новых встреч всем пока